Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Например, у меня был такой случай, я жил когда-то в реабилитационном центре и... Да ладно! И я в общем пошел в комнату, думаю, надо приготовиться завтра, с утра на собрание буду говорить. Ну, у меня такое внутри как предчувствие. Пошел готовиться, сижу, готовлюсь. А было такое время, когда... Ну, если тебя не пригласят, ты просто не пойдешь и не будешь говорить, пока тебя не пригласили, да? Там есть люди, которые за это отвечают. И я, значит, готовлюсь, готовлюсь. Ну, чувствую, что никто так и не приходит. Ну, наверное, это, ошибся. Потом с утра выхожу из комнаты, уже идти на завтрак, а после завтрака собрание. И подходит один человек. Идет Брунов. Говорит, Лех, там вчера решили вечером, что тебе на собрание надо говорить. Ну, я забыл тебе сходить вчера вечером. И ты, говорит, извини, ну, так получилось. Я говорю, да ничего, я готов, как бы, нормально все. Или был другой случай, я тоже уже... Ну, это к слову о том, что надо было заранее сказать, как бы, да, может быть, заранее предупредить. Это не так важно, когда действительно мы, как бы, ищем отношения с Богом, когда мы что-то имеем от Бога, и Бог хочет, чтобы мы это отдали, то он сам сделает это так, чтобы у нас была возможность это отдать. И не столь важно, там, готовишься заранее или нет, нужно просто жить с этим. И было такое, что я лежу уже в кровати, уже засыпаю, когда он подходит человек и говорит, слушай, завтра с утра, а ты на собрании говоришь. Ну, это, как бы, не было вопроса, это было просто подтверждение. Я говорю, ну, ладно. И сам уже засыпаю, говорю, хорошо. Думаю, о чем я говорить буду? Ну, есть миллион тем, да, и не хочется же просто вот наговорить, что попало, и все. И я перед сном просто у Бога попросил, я говорю, Бог, ты дай мне тему какую-то, дай мне то, что ты хотел бы, чтобы я передал. И все, я просыпаюсь три часа ночи во сне, и у меня там... Я не помню, я просыпался или нет, но у меня четкие, да, стихи такие, друг за другом. То есть, глава, стих, что там написано, следующая глава, стих, что там написано, следующая... Они все взаимосвязаны, там есть одна тема, и там есть одно послание, короче. И я, не помню, я пробудился или нет, но я проснулся утром, и я просто встал, я знал, что я буду говорить. Мне просто это, приснилось мне или не приснилось, я даже сам не понял, или не помню сейчас уже, как это было. Но это произошло именно так. Поэтому, если Бог хочет что-то вложить, что-то дать, он обязательно это сделает. Не важно, готовился ты или нет, можешь сделать это даже прямо здесь и сейчас. Ну, то есть, как бы, для него, возможно, все, да, он может дать это слово. Вот. А у меня была просто такая тема. Я вчера поймал такое, как бы, дуновение, да, направление небольшое. Такую тему. И разговаривая с одним человеком, он мне говорит, в шероднем, он говорит, ты что завтра проповедовать будешь? Я говорю, нет, это я просто, как бы, вот, общаюсь с тобой. Он говорит, а, ну, нормальная тема для проповеди. Просто я думаю, ты так размышляешь, думаю, может, готовишься, может, завтра проповедовать будешь? Я говорю, да нет. И вечером Макс звонит, как бы, будешь говорить? Я говорю, ну да, буду. Вот. Это другая сторона, да, другая часть. И так, как бы, Бог, он, после этого можно сказать, да, все-таки это закон или это личность действует? Как мы думаем, да? Как бы, закон, он на самом деле мертвый сам по себе, хотя и производит какую-то работу. Но если за этим законом никто не стоит, тогда, тогда это уже превращается вот просто... Другим словом, закон так не действует, да, вот то, что мы рассказываем, например, закон, он так не действует. Потому что за этим стоит какая-то личность, которая побуждает, вдохновляет, да, или наоборот, что-то там делает, как-то обличает и так далее. Вот, а тема будет такая сегодня, она называется «Духовные памятники». Духовные памятники, да? Давайте откроем бытие 28 главу, прочитаем одну историю из 12 стиха. Это история Иакова, когда он уходил от своих родителей, да, за... Он, можно сказать, в 12-й, возможно, с 10-м. Бытие 28-10. Помню. Иакова же вышел из Версавии и пошел в Коран, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе возголовье, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, Отца твоего и Бог Исаака. Не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколь не исполнит того, что я сказал тебе. И Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно это место, это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе в изголовье, поставил его памятником и возлил елей наверх его. И нарек Иаков имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Лус. И положил Иаков обед, сказав, если Господь Бог будет со мной и сохранит меня в пути этом, в который я иду, я в мире возвращусь в дом отца моего и будет Господь моим Богом. То этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И все, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Такая вот история произошла с Атолом, да? Такой духовный опыт пережил он в своей жизни. И интересный, да, достаточно. Бог ему пообещал то же самое, что пообещал Аврааму. Он увидел во сне нечто необычное. И вот этот духовный опыт побудил его сделать памятник и вообще прийти к какому-то обету. Потому что он не знал Бога как своего Бога. Он знал Бога как Бога своего Отца. И у него еще не было таких опытов, которые он приобретал в этой близости. Да, вот может быть он задавался вопросом, что Бог это закон или это личность. Почему? Потому что его отцы, да, Авраам, его отец, они знали Бога как личность. Но он видел благословения, да, которые есть, обещания, которые сбываются в жизни. Но тем не менее он думал, это работает как закон, да, может быть, или все-таки как личность. И он говорит, что когда он получил вот этот вот духовный опыт, когда он увидел вот это вот обещание, когда он увидел этих ангелов, когда он увидел этот сон и пережил это что-то необычное, он говорит, да, это я такого со мной в жизни еще не было никогда. Это что-то невероятное. И я думаю, что многие из тех, кто здесь присутствуют, да, и не только здесь, но и в других местах, да, которые там, за той стороной камеры, вот. Мы все имеем подобный опыт, когда мы нечто необычное переживаем, переживаем какой-то духовный опыт с Богом, да. И когда Бог, Он открывается тебе каким-то особым образом, для тебя лично, персонально, да, при этом ты, может быть, не являешься даже христианином, ты вообще как бы живешь вот такой жизнью, которая далека от Бога, но тем не менее Бог является в твою жизнь. И ты имеешь с Ним такой духовный опыт, от которого все начинается. И у Него, Он положил, взял этот камень, положил его, и написано, что сделал его памятником, да, и говорит, если все, что Бог обещал, вот все эти обещания, которые Он дал, если Он все это сделает, я приду, и вот этот вот памятник, я сделаю из Него Дом Божий. И Иисус, например, про Себя сказал, что Он камень, да, а в отношении верующих написано, что чтобы мы устраивали из себя Дом Духовный. Иисус является основанием, да, христианство, потому что вообще Христос и христианин, это слово, да, от слова Иисус Христос, как бы, а не христианин не потому, что ты живешь в России или еще где-то, да, никто не думает, что он христианин, потому что я живу в России, она православная, а другой христианин, он живет в католической стране, поэтому он католический христианин, поэтому, не мусульманин, да, не, не поэтому, христианин это потому, что Иисус Христос. Все серьезно и все знают этого. Все, все понимают, у всех все счастливы, да, и поэтому, ну, как бы, суть в чем, что как будто бы это хорошо, да, это неплохо, неплохо иметь такой памятник в своей жизни. Ну, ты возвращаешься к этому, как к памяти, да, о том, что произошло однажды, но Яков, он не стал строить сразу же там этот дом, на этом духовном опыте, да, который он получил. Он пошел и делал то, что он должен был делать, он получил эти живые взаимоотношения с Богом и потом вернулся уже таким человеком, который мог сказать, что это мой Бог, да, это не Бог моего Отца, а это мой Бог. И в этом есть разница. Почему? Потому что я вот смотрел вокруг, как бы, много раз задавался вопросами, почему так много церквей и все они такие разные, да, ну, в плане названия даже. Одни баптисты, другие пятидесятники, третьи харизматы, четвертые православные, пятые католические и так далее и тому подобное. И я для себя нашел одно объяснение, оно меня удовлетворяет, что это названия, которые застряли во времени просто, да, на какое-то время, на то время, когда это было возрождением, когда это было пробуждением для этих церквей, и это было действительно чем-то, что давало живые отношения с Богом, определенный духовный опыт, да, который получил Аков, что это было вот этой вспышкой, да, было началом. А потом просто-напросто это остановилось и осталось памятником. И все. И никуда дальше не пошло. И я, побывав в разных церквях, как бы думал, но и здесь есть что-то, что тебе напоминает и говорит о Боге. И здесь есть что-то, и здесь также есть что-то, и здесь как будто есть часть Бога, и здесь как будто есть часть Бога. Что это? Как бы, что Бог со всем согласен, но почему тогда эти церкви все друг с другом враждуют и никак не могут прийти к определенному мнению, к определенному единству. Что же это такое? Я для себя нашел объяснение. Я не знаю, Бог мне это дал, такое объяснение, или я сам себя успокоил. Ты можешь вообще со мной не соглашаться, если хочешь. Но для меня вот церковь, которая имеет какое-то определенное название, что мы вот баптисты или адвентисты, это просто памятник. И все. И памятник, он имеет положительные стороны. Почему? Потому что он напоминает о чем-то, да? Он несет какую-то вещь. Потому что также есть другие памятники в Библии, о которых говорится, что вы навяжите повязку, да? Вы навяжите закон, пусть это будет памятником для вас. То есть, как бы, памятник это неплохо, но в памятнике нет жизни, правильно? Памятник, чем он хороший? Его преимущество, что его посадить нельзя, правильно? А в остальном, что касается христианства, как бы, да, если христианина можно посадить, да, и гнать его, как бы, то памятник нельзя посадить. Кто же его посадит, он памятник, правильно? И я иногда смотрю, как бы, как христиане, которые считают себя христианами, они, как бы, несут вот эти страдания, там, где-то на войне страдания, там, я не знаю, в кавычках, вот, и как я это понимаю, просто вот он, его там берут в плен, он во имя Иисуса Христа взорвал себя и всех окружающих гранатой, там, и сам отправился в ад, и еще других за собой утянул. И представляют его, как человек, который в гонениях, да, в гонениях от язычников, там, ну, для меня это просто, как бы, ну, разрушили памятник. Почему? Потому что мы носим в себе этот памятник. Если мы родились в православной стране, мы носим памятник православного христианства и так далее, там, подобное. В католических странах ты носишь памятник католического христианства. Если ты не знаешь Бога, если ты не знаешь, что Он личность, да, если ты просто даже поступаешь закону, кто-то ближе к закону живет, как вот начал Максим, исполняет его больше и ближе, кто-то дальше от него. Так или иначе, ты все равно, если ты не знаешь Бога как личность, ты просто демонстрируешь памятник, и все, о том, кто такой Бог. И на тебя посмотрят и скажут, да, действительно, очень хорошо, это действительно так, да. Напоминание о Боге есть, но ты вот рядом с памятником сколько времени провел вообще, вот рядом с ним. Вот ты пришел в сквер, да, у тебя кружка горячего чая, да, сел рядом с памятником Пушкина. И сокрушаешься. И прочитал стихи, да, вспомнил, как Александр Сергеевич их писал, поразмышлял. И что ты будешь дальше делать, скажем? Ничего, уйдешь, он тебе надоест, да, уже все. А теперь представь, что если бы это был живой Пушкин, например, который сел бы рядом с тобой и прямо при тебе сочинил бы новый стих. И ты обалдел бы, вот это вот так, короче. Да. А потом сказал бы там, а ты ждешь, что он у тебя еще стих прочитает, он тебе говорит, поел на рыбалку. Ну, какую рыбалку-то стихи должен сочинять, да. А он тебе говорит, да нет, поел на рыбалку, что знаешь, какие стихи. И еще что-то другое, да. То есть есть какая-то жизнь, то, что отходит от представления памятника, да, что Пушкин не только стихи сочинял, он еще на рыбалку ходил, да. Он мог обед, может быть, приготовить, да, там. Он мог еще что-то сделать. Он не только стихи сочинял. И когда церковь представляет Бога как памятник просто, то складывается вот одно квадратное впечатление о том, кто, кто, и что, и как. И да, Бог открывается людям постепенно. И за всю историю, я как бы не умоляю историю и ничего не имею против, но если кому-то открылся Бог или христианство, как то, что нужно было креститься, есть такие баптисты от слова крещения, да, то нужно креститься, да, почему нет. А кому-то открылся, ну, они, может быть, не крестились в то время просто. А потом на пятидесятнике им открылось о том, что Дух Святой, то он оказывается сошел на землю, да, и дары-то, который от Духа Святого, а не действует, ну, тогда мы пятидесятники. Ну, да, почему нет. А потом адвентисты седьмого дня, ну, они, может, работали с утра до ночи, не переставая, и Бог им сказал, давайте уже один день надо отдыхать. А, точно, мы же забыли, один день надо отдыхать, будем адвентистами. Ну, и чего? И вот так вот застрять в истории, как бы, с этой вестью и нести ее дальше. Да, христианин, он и должен соблюдать седьмой день, как день отдохновения, как мир в Иисусе Христе, да, он должен быть крещеным водой, он должен быть крещеным духом. Это должен все сделать один христианин и все иметь одна церковь. Тогда мне непонятно все вот эти вот названия, и поэтому для меня это просто по-либо. Вот, и ничего в этом нет, может быть, плохого. Почему? Потому что это хорошее что-то напоминает весть о Боге. Но она не живая, в этом нет отношений, если ты не идешь дальше. И для людей это очень странно. Почему? Потому что даже мир этого не понимает. Для них, у человека должно все быть логически, да, объяснено. То есть, если Пушкин сочиняет стихи, он должен сочинять стихи, он не может идти рыбачить, как бы, и все. И если ты христианин, то какой христианин? У меня был такой опыт, я был в Калининграде, мы там работали, тоже открывали центр, и нас вызвали в отдел по незаконному обороту наркотиков. И они почему-то начали спрашивать, а вы, говорят, вообще, организация социальная, ну да, социальная, но христианская, да, христианская. Ну, социальная это хорошо, это все понятно, чем занимается социальная организация, мы все понимаем. Ну, христианская, что это такое? Ну, христианская, это христианская. У вас написано христианская, да, ну, какие христиане? Мы просто христиане. Вы просто христиане, как бы, есть там православные христиане, есть там что-то какие-то. Вы-то какие христиане? Мы с Чесами. Да, ну, как бы, они не знали на кем-то таком, да, как бы, когда мы решили ограничиться просто христиане, да, вот, ну, и, короче, это поставило в тупик, он говорит, ладно, давайте, на следующей встрече вы подготовьтесь и объясните нам, к какой конфессии вы принадлежите, когда-то. Мы, ладно, думаем, что им сказать на следующей встрече, давай мы скажем, что мы ближе к протестантам, короче, давай, приходим и говорим, он говорит, ну, что, подготовились, там подготовились, ну, и кто вы, ну, мы вот ближе к протестантам, он говорит, и что, это более 50 наименований, которые ближе к протестантам. Мы говорим, короче, мы не знаем, отстаньте от нас, и все, он говорит, ты понимаешь, что мне вообще пофигу, кто вы, но мне нужно написать отчет. В отчете я должен ясно указать, какой конфессии вы принадлежите, для того, чтобы мои начальники могли понять, какое учение вы несете, потому что определенное учение, оно несет, да, какой-то контекст, и, то есть, если Пушкин пишет стихи, значит, он должен писать стихи, да, если 50-ники, они учат этому, они должны учить этому, если адвентисты учат этому, они должны учить этому, и все, понимаешь, вот, а тогда мы знаем, чему вы учите. А вот вы просто христиане, мы не знаем, чему учат, понимаешь, это очень, как бы, такое обширное понятие. Мы говорим, да, отстаньте от нас, мы ничего не знаем, короче, мы христиане, и все, не хочешь принимать такое объяснение, что мы ближе к протестантам, как бы-то, ну, как хочешь. Ну, он отстал, короче, на его место пришел другой человек, то есть, этот занял позицию выше, на его место приходит другой человек, и вызывает меня, и говорит, здравствуйте, я вот занимаю новые должности, вот, расскажите, вот, написано, что вы христиане, а что это значит христиане? Я говорю, а кто у вас начальник? Он говорит, такой-то, такой-то, ну, спросите, он перед вами тут нас вызывал, говорю, год назад. То есть, ну, они, как бы, свою работу выполняют, да, но не удовлетворяет такой ответ, и непонятно потому что, что несет в себе такое вот простое слово, да, на самом деле, мы должны что-то отражать, да, как памятник, для вот людей вокруг, вот, мы как памятник, мы должны что-то отражать, мы должны что-то в себя нести, да, а просто вот должна быть какая-то надпись, кто это, да, вот, потому что я иду, и вижу какой-то памятник стоит, если там на нем не написано, кто это, да, я и не пойму, кто это, да, могу не узнать. А когда вот на нем написано, то все понятно, да? И если христианин, то что за христианин? Должна быть надпись, да, православный или католик, или какой, или еще кто-то, да? Но я так понимаю, что это церковь, это люди, которые в свое время приняли что-то от Бога, да? Православные научились правильно славить, вот они правильно прославляли в то время, и Бог пришел, сошел своей славой, и они думают, во, вот так надо славить, короче. Они с тех пор даже не поменяли одежду, и поют все так же, да? И это считается правильно славить, я это так понимаю, но это называется для меня заострять во времени, я не говорю сейчас, что нужно поменять метод прославления. Вокруг памятника, вот этот памятник, вот этот камень, да, который он здесь написан, его можно принести в красивый дом, обложить его цветами, обставить группу прославления вокруг, и уже современными методами поклоняться так же, да? То есть, как бы я не говорю, что здесь речь идет о том, что мы должны поменять наш взгляд, и современными методами это делать. Это тоже может быть просто очередной религией, и просто очередным памятником, и все. И, ну, на самом деле, Бог не хочет, чтобы мы были просто вот этими памятниками духовными, и все. В Евреям в 6 главе, в 1 стихе написано... Сейчас, я найду. У нас фильмоскопов пока нет. И здесь есть новый призыв. Поэтому, оставим в начатке учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и верим в Бога. Учению о крещениях, и возложении рук, и о воскресении мертвых, и о сути вечном. И это сделаем, если Бог позволит. То есть, да, здесь говорится, что не станем снова полагать основания. Это о чем говорит? Что это можно делать еще, и еще, и еще, и еще раз, да? То есть, как бы можно наложить столько оснований, и вот они наложены, и теперь не разберешься, да? На чем строить, как бы. Человек, которому говорят о Христе. Он вот так вот глаза откроет, если он думается раз, и думает, да и миллион направлений разных, которые называют себя христианами. Где основания-то? Всему этому, как бы. Где основания положены? Наложили тысячу оснований, да, разных. А где оно настоящее? Где тот Христос? Где тот камень, на котором действительно можно устроить? В этой церкви или в этой? А может быть в этой? В какой? Где? Где оно название, да? Где оно правильное учение? Где оно правильное доктрино? К чему идти? Понимаешь? Тогда это было предупреждение еще, что не надо снова полагать основания. Еще раз, и еще раз, и еще раз. Мы также можем по отношению к себе это применить. В чем? В том плане, что мы имеем какие-то опыты с Богом духовные, да? Мы имеем какой-то духовный опыт с Богом. Нам Бог что-то говорил в жизни. Он что-то сделал в нашей жизни. Может быть мы получили исцеление. Может быть мы получили откровение какое-то. И мы ложим это как основание. Или кладем, как правильно? Кладем. Кладем. Да, кладем. Кладем это. Да. Как основание в своей жизни положили и строим на нем. А потом оказывается, что это не то, да? И думаем, нет, что-то не тот духовный опыт был. Что-то другое надо. Идем и получаем другой духовный опыт в другой церкви, с другими людьми. На другой конференции, на другой молитвенной группе. Еще где-то. И один за другим начинаем получать духовные опыты. И начинаем складывать их как вот эти вот памятники. И это остается просто как памятник. И на этом не строится Дом Божий. И мы как камни духовные на этом тоже не строимся. Почему? Потому что Бог не позволяет на этом строить просто-напросто. Потому что говорится, что и это сделаем, то есть оставим основание в покое. Вот оно положено один раз, оставим его в покое. Давайте на нем уже будем строить. И здесь написано, и это сделаем, если Бог позволен. Бог позволяет строить на основании только если оно правильное. И это основание только одним может быть. Написано 1 Коринфянам 3 глава с 8 стиха. Сейчас я прочитаю. Это основание Иисус. Вот если это основание, то Бог позволяет строить. Позволяет строить. 3.8.11 1 Коринфянам. 1 Коринфянам 3 глава с 8 стиха. 1 Коринфянам 3 глава с 9 стиха. Иисус Христос. На этом камне возможно строить. Вот это основание, которое положено, на нем возможно строить. И это то, что нужно сделать. А все остальное, все остальное, это просто превращается в такие вот духовные памятники, на которых нельзя ничего построить впоследствии. Потому что нет никаких взаимоотношений. И это превращается просто в такие вот религиозные взаимоотношения. И такие вот квадратные рамки О том, что показывает Бога, чтобы его объяснить Что Бог он вот такой Или Бог он вот такой Но когда ты начинаешь задумываться Это то, что мы начали собрание О том, какой же Бог на самом деле Оказывается, что совсем другой Он в эти рамки не влазит Он гораздо больше всего этого Он вмещает в себя это все И это настолько мало Что это не способно его объяснить Поэтому и он двигается И он творит И это можно сделать только на правильно положенном основании На котором церковь растет И это церковь Христа Церковь Иисуса Христа Без какого-либо дополнения И это не может быть таким квадратным памятником Который объяснит Бога И понимаете, да, что человеку недолго Ему неинтересно с памятником долго находиться Поэтому многие люди, они приходят в церковь И немного времени там проводят Если там есть именно такое отношение Немного, почему? Потому что, ну, творческим людям, наверное, интересно, да? Рядом с Пушкиным сидеть И вспоминать его стихи Но не все же такие Есть люди активные И далеки от стихов И им вот это вот напоминание Как бы о том, кто такой Бог Им не особо интересно Мы должны стремиться к тому Чтобы быть в более близких отношениях с Богом Правильно? Мы должны стремиться к этому, да? Ну, вы бы сказали нет Если в правильном поле не вопрос На самом деле Еще раз повторю Мы должны стремиться к тому Чтобы быть с Богом в более близких отношениях Еще раз? Да? Еще раз Что надо сказать? Нет? Не знаю Я просто как бы Это вот то, что То, что мне вчера Ну, можно сказать Дало такое понимание К тому, о чем я сейчас говорю То есть мы должны стараться Я вчера разговаривал с одним верующим человеком Я ему объясняю Я ему говорю Понимаешь? Я хочу знать Так Бога близко Да? Чтобы Чтобы знать Его близко Чтобы быть близко с Ним Чтобы Чтобы Общаться с Ним так Чтобы я говорил И Он говорил Для этого нужно проводить время с Ним Для этого нужно быть с Ним В близких отношениях В таком В единстве И Это Не просто так В суете это не получишь На это На это нужно определенное время Да? Это нужно Прикрепиться К духу Прикрепиться Он говорит Да, да Это Хорошее желание Он говорит Всякого христианина Это Золотая середина Это то, к чему нужно стремиться Я думаю Как это стремиться? Стой, стой Говорю Погоди К чему стремиться? И я понял Что вот это вот На самом деле Когда мы так размышляем Что вот это и есть Как бы Положение памятника Да? Почему? Потому что Памятнику Ему все равно Он не ест и не пьет Да? Он Стоит сегодня Стоит завтра И он может стремиться Ну не пошло сегодня Завтра будут стремиться Но Ты понимаешь Когда это живой организм Если ты не поешь Если ты не попьешь Если ты Не получишь необходимое Для жизнедействия Твоего организма То к концу недели Ты загнешься Правильно? И Когда я рассуждаю так Что я должен стремиться И я буду стремиться Но Сегодня не получилось Завтра не получилось Стремиться Послезавтра не получилось По сути Я должен уже умереть Почему? Потому что Бог Для человека Для духовной личности Это Хлеб Это Вода Это Необходимая пища Это Цвет Это все Для Духовного человека Это все А получается Что это Не то чтобы Я должен стремиться Это моя Необходимость То есть Я без этого Не могу вообще Жить В принципе Не потому что Мне нужно быть Ближе к Богу Не я просто Как бы Как духовный человек Я просто Не выживу без этого И все Это разные вещи Да И Я начал вспоминать Мою христианскую жизнь И начал И я начал Видеть эти периоды Потому что Периодами Я действительно Был памятником Да И в другие периоды Я действительно был Живой личностью Духовной И потом Я замирал И стоял С мыслями Ну надо стремиться Надо стремиться Надо стремиться И как я это Различаю Как я могу Это увидеть Да так Просто В повседневном Хождении В повседневном Взаимоотношении С Богом Когда Когда ты начинаешь Когда ты начинаешь Стремиться Да Хорошо Ты начинаешь Это делать Все это Доходит До такого уровня Когда ты уже Не можешь без этого Жить Как духовная личность Ты начинаешь И ты получаешь От Бога Какое-то направление В своей жизни Ты получаешь От Него Какое-то слово Какое-то откровение Он тебе что-то доверяет И когда ты начинаешь Когда ты берешь это Из его рук То Все Вот с этого момента То есть Когда ты находишь Нему вот эту связь Когда ты делаешь Этот шаг Когда ты Послушан Его золу Когда ты послушан Его слову Его предложению В твоей жизни Вот с этого момента Когда ты соединяешься Уже ты Не можешь Не можешь Как бы Не проводить с ним Время Почему? Потому что Тебе нужны силы Тебе Тебе нужна жизнь Тебе нужно Тебе нужно От него черпать Эту энергию Для твоего духа Для твоей духовной жизни Потому что Если этого нет Ты опять превращаешься В памятник Да И я вот Смотрю Как бы на служение Некоторые служения Которые называются Служениями Что люди Например Ну Вот у нас в городе Есть Кормление голодных Да Люди там Раз в неделю Или раз в две недели Поехали Взяли Привезли обед Накормили Что-то рассказали Просто обед И все В следующую субботу Другие поехали Или в воскресенье Бог для этого не нужен Как бы Можно делать без Бога Вообще Совершенно спокойно Но у меня было время Как бы Да Когда я кормил Голодных Четыре месяца С утра до вечера То есть В обед и вечер Двести человек Голодных Как бы надо было Накормить Да Вот для этого Нужны были силы Я не получал За эту зарплату Да Я жил в реализационном центре Я работал на кухне И мне нужно было Кормить каждый день Двести человек Да При этом я не был поваром Ну это как пример Это моя борьба Мне нужен был Бог Для этого служения Когда я Я принял от него Эту ответственность Как Как от него Не как от людей Когда я включился В то что Я могу через это Служить Я Понял что Мне Без него Не справиться И тогда Это стало Во мне Как необходимость Работать Да Это просто Как пример Как пример Почему Потому что Когда ты начинаешь В таком положении Искать Бога Когда ты получаешь От него Направление В свою жизнь Принимаешь от него Какое-то предложение И реагируешь на него Да Как здесь он Сказал Бог Иаков Пойдешь Я буду с тобой Везде Куда не пойдешь Я буду тебе давать Хлеб И все необходимое Одежду И буду заботиться О себе Понимаешь И он делает этот шаг И идет Как бы И он видит Что Бог с ним Когда ты это делаешь Тебе нужны Эти близкие отношения Ты уже не можешь сказать Мне надо стремиться Да не Если ты не будешь Просто В близких отношениях С Богом Все Ты потерялся Ты превратился В памятник На тебе просто Надпись Что служение Такое Это было Основано В таком-то году Закончилось В таком-то году И ты стоишь Как памятник На этом служении Понимаешь Все Это вот так вот работает И почему Потому что Когда есть Это взаимоотношение С Богом Тебе легко У тебя есть силы У тебя появляются Необходимые мысли У тебя появляются Необходимые желания В сердце Ты просто находишься Как на лозе Которая Питает тебя соком А ты приносишь Этот плод Ты ничего особого Не делаешь Как бы Ты просто В таком сочетании С Богом находишься К тебе приходит мысль Ты делаешь К тебе приходит Слово Ты говоришь К тебе приходит Желание Ты идешь И делаешь И все происходит Само собой Но Когда ты Перестаешь Находить Бога Быть с Ним В этих близких Отношениях Ты понимаешь Что все начинает Рушиться Что нужные мысли Они почему-то Теряются Их нет Желания Которые тебе нужны Их тоже почему-то нет Появляется Какая-то борьба И То есть Понимаете Это вот как бы Связано Например Со служением Которое называется Служением Что есть Служение В кавычках Когда я делаю Что-то Для успокоения Совести А Бог Он как бы Поможет мне Если что Для меня это тоже Памятник Просто Памятник о том Что Бог Он вот такой вот Он всем помогает Он всех любит Бог есть любовь То есть Как бы Духовный памятник Это Если это Не камень На котором Можно построить Духовный дом Это просто так И будет работать Поэтому Мы видим Вокруг себя Вот столько всего Что называется Христианство Он напоминает О Боге И несет Какие-то Моральные Там усторы Моральные Какие-то вещи И Тем не менее Ничего более Да Ничего более Мы не видим И это действительно Так Это как бы Либо это Твоя Необходимость И тут Не надо Утонуть Что Ты думаешь Что Ну У меня вот так Вот нет Такого Такой жажды Да Сейчас Что Я памятник Что ли Ну Я Переживал Эти периоды В своей жизни По-разному Да Я был и памятником И Тем Кто реагирует На Божье Слово И имеет с ним Взаимоотношения Да И это даже Относится к тому Что Ты читаешь Библию Ты читаешь Библию И Ты читаешь Ты прочитал О Надо вот так Вот делать Как здесь написано Да Буду делать так Это одно Положение вещей А потом У вас было так Когда Ты читаешь Ты думаешь Ну я уже так делаю А это тоже происходит В моей жизни И вот так Я делаю тоже И вот это В моей жизни есть Те как бы Не надо ее читать Чтобы сделать так Как там написано Она просто подтверждает Тебе Твой образ жизни Насколько он Правильный Или неправильный Понимаешь В этом тоже Есть разница Потому что Я помню Когда Я родился Заново И мне люди Какие-то Которые меня окружали Они говорят Понимаешь Ты должен делать Так И так Вот Делать Вот так Вот И делать Вот так Вот Понимаешь Крестянин Он должен поступать Вот так Я про себя Думал Ну как бы Меня сопровождали Да Ответственно Сопровождал Меня Я из уважения К нему молчал Думаю Буду молчать То что он мне рассказывает Это и без него Делаю Ну Не буду с ним Спорить Просто Из уважения Просто Помолчу Пусть говорит А для меня Это было просто Подтверждением Того Что я иду В правильном Направлении Что я правильно Поступаю Потом я открываю Библию Здесь написано Что Вот так 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 Я это первый раз Читаю Я только начал Читать Новые заветы Я его еще Весь не прочитал Но я читаю То что я уже Делаю Или переживаю Я это делаю Не потому что Меня научили А потому что Это исходит Из меня Во мне рождаются Эти желания У меня появляются Эти мысли Я хочу Этого Это разное И Совсем Другое время Было Когда Я действительно Понимал Ну Сначала Не понимал Но со временем Я начал понимать Я например Оставил То служение Которое я оставил В реабилитационном центре Потому что Я начал Превращаться В памятник Да И И Там С часами Памятник С часами И И Некоторые Скажут Ну Это вообще То что ты делал Ты вообще Не духовный Как У тебя было Служение Такое И ты его оставил Надо было бороться И идти вперед Ну На самом деле То же самое Павел Он был Евангелистом Да Вообще Сначала Был фарисеем Да Потом Он был Евангелистом Потом Он был Учителем Потом Он был Апостолом И Что он Оставил Как бы Свою Учительство И стал Апостолом Почему Недуховный Да Как бы Все оставил Все бросил И начал Заниматься Чем-то Другим Вот И На самом деле Как бы Бог не хочет Сделать Из нас Памятников Если мы Превращаемся В памятники В духовные То Лучше нам Уйти из этого Времени И все И поймать Опять Дух Поймать Его настрой Его волну И запуститься Перезапуститься Заново Да И Называться Просто Христианином Не Не Христианином Таким-то Или таким-то Или таким-то Для служения Таким-то Которое было Основано в таком-то Году И умерло В таком-то Году И вот Ты стоишь И живешь этим Продолжаешь Всю свою жизнь Оно Может быть Оно И не умерло Оно может Быть двигается Почему Потому что Павел Перестал быть Учителем И стал апостолом Или перестал быть Евангелистом И стал апостолом Почему? Потому что Евангелисты плохие Нет Потому что У него Настало другое время Он должен был Перерасти во что-то Другое В этом он уже Не был Да Он уже Должен был бы Стать другим Человеком Поэтому Если Если ты Видишь Что ты Как бы Превратился В этот памятник Это просто Время начаться Чему-то другому И все В твоей жизни Понимаешь Ты Не потерял спасение Если ты потерял спасение Ты это знаешь Но Ты не потерял спасение Ты Просто понимаешь Что что-то не так Что-то не то происходит Вот Реально Я как будто бы Несу Вот эту весть От Бога Но она Какая-то Вот Какая-то Вот она Просто Какая-то Никакая Не так Как это было Раньше Например Ничего страшного В этом нет Просто Нужно Искать Бога Как Такого Бога Который действительно Существует Потому что Если ты Согласился Со всеми теми Законами И Со всеми теми Опытами Которые у тебя были И ты с ними Сейчас Просто Живешь Но Знаешь Уже Отключился Твой номер Телефона От номера Телефона Бога Как бы Это Это нормально Потому что То что вначале Максим говорил Что я задал себе вопрос Я уверен Что у него был Опыт в жизни И не раз Когда он мог сказать После этого опыта Прямо сейчас Что Бог Живой Однозначно Да Что он живой Однозначно И То есть И у меня Такие опыты Были Когда ты После того После присутствия Бога После его действия Ты говоришь У тебя даже Никаких сомнений В этом нет А потом Проходит Время Какое-то Что-то Куда-то Уходит И Ты В этих Отношениях Ты Думаешь Может быть Это Вообще Я что-то Сам себе Придумал Не знаю Может быть Что-то Не так То есть Это Нормальная Ситуация Это Нормальное Нормальное Явление Вот И Бог Есть Свет Да И Он Освещает Все Своим Присутствием Он Говорит Нам Обнаруживает Тайны Сердца И Это Очень Важно Когда Он Обнаруживает Тайны Сердца Да Потому Что Не Не Всем Это Дано Узнать Сам Человек Он Не Сможет Это Увидеть Не Сможет Узнать Если Бог Не Осветит Тайны Сердца Понимаешь Как Потому Что Наши Поступки Они Могут Быть Снаружи Правильными Или Неправильными И Как Как Знаете В Библии Написано Что Все Тайное Делается Явным Потому Что Явное Есть Свет Да Но Как Это Понимать Да Что Все Явное Есть Свет То есть Если Это Явное Значит Это Во Свете Да Но Это Не Значит Все Хорошо Я был Пару лет Назад В этом Во Франкфурте Знаешь В Евсяном В пятой Главе Написано Что То Что Они Делают В тайне Даже Стыдно Говорить Об этом Да Павел То Что Они Делают В тайне Ну И Ты Читаешь Контексте Вот Синодальный Перевод Тебя Кажется Что Что Делается Не Во Свете Он Говорит Даже Стыдно Говорить Об Этому И Ты Можешь Думать Что То Что Сделано Скрыто Так В тайне Это Значит Не Во Свете Спрятано Значит Не Убоге А То Что Открыто Добрые Дела Это Все Во Свете Сделано А Потом Приезжаешь Вот Был Я Во Франкфурте И Думаешь Ну Чуть Не Сопадает С Делание Которые Я Там Видел Иду Мы По На Тротуаре Ну Странная Какая Женщина Короче Смотрю На Нее Как Б Меня Толкает Пойдем Пойдем Я Смотрю Что Она Делает Это Трансвестит Короче Я Думаю Дорогая Нифига Сиди Идем Дальше Там Площадь Такая Дискотека Там Эти Гомосексуалисты Устроили Короче Шоу Там У них Проводится Там Дискотека Какие-то Конкурсы Да Ты В шоке Вообще Все Во свете Делается Да Все Во свете Там Десять Процентов Я Слышал Десять Процентов Вот То Что Яков Обещал Богу Десятую Часть У тебя Просто Из Зарплаты Церковь Перечисляется Даже Относить Туда Не надо Ты Получаешь Зарплату Десять Процентов От Они Колятся И Курят Крэк Прям На Улице То Огромные Высотные Здания Стеклянные Центр Города Они Рядом Прям Вот так Сидят Под Этими Зданиями У них Там Все Эти Шмотки Валяются Они Там Сутками Все Они Там Колятся Они Там Курят Они Там Живут Все Делают Во свете Даже Туалет Короче Такая Штука Стоит Для Мужчин Просто Он Не Закрыт И Ничего Просто Вот Такая Штука С Такими Горшками Вокруг Чтобы Они Не Газили Вокруг Там На Улицах Они Просто Подходят Вот К ней И Делают Свои Дела Это Даже Не Закрыт А Просто Вот Такой Горшок Все Делается Во свете То То Это До Но Это Нельзя Что Сказать Что Это Делается Боге Ты Человеку Все Вот Это Показываешь Все Вот Это Расскажешь Ты Можешь Человеку Рассказать Какой Он Хорош Или Какой Он Плохой Но Он Тебя Не Услышит Никогда Пока Иисус Сам Не Сделает Это Пока Бог Не Войдет В Твое Сердце И Не Осветит Тебя И Вот С Этого Начинается Как Бы Вот Эти Взаимоотношения Когда Ты Реагируешь На Его Слово Почему Потому Что Каждому Из Нас Чтобы Перестать Быть Этим Памятником Нужно Это Слово Специально От Бога Мы Не Все В таком Плохом Положении Мы Не Все Мы Были Кто Раньше Кто Наркоман Кто Еще Кем То Мы Жили Вот Так Но Наши Дела Они Были Скрыты Ты У Нас Такого Не Увидишь Правильно Но У них Вот Так Все Открыто Это Значит Дела Во Свете Нет Это Не Так Но Мы Осветились Мы Очистились Мы Очистились Осветились И Думаем Что Все Но Вот Это Название Обновление Оно Мне Очень Сильно Подходит Потому Что Я Просто Не Хочу Прикрепиться К Какому Памятнику К Очередному И Быть Там И Этот Памятник Меня Не Устраивает Пойду К Другому А Теперь Пойду К Третьему Не Хочу Чтобы Ко Мне Прилипло Какое Это Название Понимаешь Что Я Христианин Адвентист Или Христианин Каратист Или Христианин Боулингист Сейчас Все Новое Сейчас Может быть Христианин Боулингисты Появятся Которым Будет Откровение Что Они Боулинг Должны По Воскресеньям Не Хочу Чтобы Быть Христианином И Действительно Иметь Эти Живые Отношения С Богом И Не Хочу Никого Оскорбить И так Далее Но Я Откровенно Не Понимаю Откуда Взялись Эти Названия Вообще Не Понимаю Не Понимаю Что Руководило Людьми Почему Это Так Цепляет Людей Почему Это В них Так Входит С Таким Корнем Одно Объяснение У меня Просто Нашлось Что Это Работает Как Памятник Памятника Времени Вот Были Людям Когда Откровения Вот Они В этом Откровении И Остались С тех Времен И Все И Название Оно Как Осталось Так И Есть Это Объяснение Меня Вполне Устраивает Но Я Уверен Что Бог Не Хочет Таких Отношений С Людьми Он Хочет Чтобы Основание Было Положено Правильно И На Этом Основании Строился Дом Божий Чтобы Это Не Оставалось Просто Каким То Памятником И Все Просто Каким То Духовным Опытом И Все На Котором Ничего Нельзя Потом Больше Построить Понимаешь И Для Того Чтобы Это Запустилось В Твоей Жизнь Нужно Идти И И И Скать Бога Нужно Нужно Обратить К Своё Сердце Кому Нужно Покаяние Нужно Покаяние Кому Нужно Проводить Больше Времени В Молитве Больше Времени В Молитве Чтение Пока Ты Не Услышишь Пока Бог Тебя Не Зацепит Чем Ты Не Скажет Тебе Что Что Ты Возьмёшь Свою Жизнь И Скажешь Да Я С Тобой И Когда Ты Соединяешься В Этому Ты Начинаешь В Этому Если Надо Стремиться Ты Просто Сами Тебе Ещё Надо Пока Стремиться Но Это Не Критически Это Не Критически Это Исправимо Это Происходит В Жизни Многих Христиан И Важно Что Если Мы Это Понимаем То Мы Способны Это Исправить Если Мы Это Не Понимаем Удовлетворяемся Тем Что Есть Ну Так И Будем Жить Значит Если Нас Это Удовлетворяет Значит Так Оно И Останется Очень Многое Зависит Как бы От Нас От Нашего Решения От Нашего Понимания И Я Вижу Что Это Действительно То Что Нам Хотел Бог Сказать И Мне В Это Время И Тебе Почему Потому Что Максим Начал С Утро И Он Надеялся Что Будет Говориться Об Этому Я Думаю Что Я Говорил Именно Об Понимаешь Тогда Если Бог Говорит Один Раз Это Важно А если Два Раза То Это Вообще То О чем Он Хочет Сказать Это Его Прямое Послание Прямое Слово И Здесь Не нужно Ничего Додумываться Бог Хочет Чтобы Мы Находились В Более Близких Отношениях Чем Сейчас Есть Поэтому Благодарим Тебя Бог Благодарим Благодарим Благодарим